Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оно вопрошен быв Иисус от Фарисей. Когда приидет Царство Божие, отвечав им рече, не приидет Царство Божие с соблюдением. Не же рекут, сезде или онде, себа Царствие Божие внутрь вас есть. Рече же ко ученикам своим, придут дни, игда вожделеете единого дне Сына Человеческого видите и не узрите. И рекут вам, сезде, все онде, не изыдите, не пожените. Якобы молнии, блистающиеся от Поднебесные, на Поднебесней светитесь, така будет Сын Человеческий в день свой. Прежде же подобает Ему много пострадати и искушену быти от рода сего. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня понедельник, 1 декабря. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 17 главу, с 20 по 25 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Сказав также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба. Так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом Сим. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день предлагает для нас Церковь. Мы слышим небольшой евангельский отрывок евангелиста Луки о том, как ученики и многие, кто окружает Христа в то время, во время его земной проповеди, спрашивают о том, когда же наступит или когда придет Царство Небесное, то есть Царство Божие. Конечно, все иудеи ожидали, когда же наступит это мессианское блаженство, мессианское царство, когда же наконец придет тот, который освободит Израиль, тот, который даст свободу иудеям и вновь возвратит их в то великолепное состояние, которое было подобно при жизни царя Соломона и Давида, тогда, когда все было в изобилии. Вот, в общем-то, представление о мессии, представление о мессианском царстве, представление о царстве Божием как таковом у иудеев было именно таким образом и ответ тот, который вопрос мы можем задать, почему же все-таки иудеи не принимают Христа, ведь они, в общем-то, очень хорошо знают Священное Писание, знают те пророчества, которые во многом приизобилуют у пророков и вообще в целом во всей библейской истории. Ветхого Завета, почему же так или иначе они Христа не принимают? Неслучайно Господь, отвечая на эти вопросы фарисеями, как бы комментируя свое поведение, свои действия, говорит так, что царство мое, говорит, не от мира сего. То есть вот то, что, в общем-то, ждут иудеи, это царство мира, а точнее не просто мира, как, может быть, такого, мы можем понять, духовного, душевного расположения, но царство мира сего, то есть пребывание в этом мире и в блаженстве. Отсюда не случайно в целом вот такое ветхозаветное представление о блаженстве праведников здесь на земле было именно таковым и исходило из состояния человека, получаемого здесь какие-то заслуги и награды. То есть буквально, если человек проведен перед Богом, то, соответственно, он получает определенного рода достаток здесь, блаженство здесь уже на земле, и в том числе может это выражаться и финансово, может это выражаться в его вообще физической жизни. Напротив, если человек страдает, если человек пребывает в болезни, в немощи или с ним совершаются какие-то постоянные, что называется, неприятные ситуации, это означает попросту, что человек греховен. Вот исходя из этих представлений, иудеи ждали тоже мессию, такого царя земного, иудеи ждали и то, что наступит именно такое земное царство, в котором они будут находиться уже не как рабы, не как подчиненный народ, потому что все-таки так или иначе иудеи довольно-таки продолжительное время постоянно пребывали под владычеством тех или иных империй, тех или иных завоевателей, и вот здесь уже римский орел распростер свои крылья над Палестиной. Ждали они, когда же все-таки мессия сбросит этого римского орла, и во христе они в целом видели этого человека, который совершает невероятные чудеса, который совершает невероятные знамения. Он может дать и накормить тысячу людей двумя-тремя кусками хлеба, но при этом он ведет себя довольно-таки странно и говорит, что царство мое не от мира сего. Вот в общем-то и фарисеи, и ученики спрашивают, когда же все-таки придет царство Божие, вот когда нам его ждать, и каковы будут его признаки, или как нам узнать, что оно наступит. И вот во всем этом евангельском отрывке ключевой фразой является, конечно, фраза Христа, она звучит в 21 стихе, я бы хотел, чтобы мы внимательно ее прочитали и обратили на нее наше внимание сегодня. «Господь говорит, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие, говорит Господь, внутри вас есть». Итак, он уже здесь и сейчас объявляет людям, что Царство Божие, оказывается, есть внутри вас. И тем самым он как бы переворачивает общее представление о том, что же есть такое Царство Божие, более того, как к нему идти, как его достигнуть. То есть, Царство Божие, оно само по себе не создает каких-то новых вещей и не являет новой вещью. Царство Божие – это измененное человеческое сердце. Или можно сказать даже по-другому. Господь приходит в этот мир и говорит, вот оно, я являю тайны Царства Божия, и они сейчас для вас открыты. И вы можете воспринять их, принять их в свое сердце. И тогда вы достигнете того, о чем я заповедую, того, к чему мы все стремимся, собственно говоря. Или же вы просто отвергнете истину и войдете в немилость Божию, ну и так далее. Можно выражаться вот этим библейским языком, описывая то, что может случиться с человеком. Итак, ключевой фразой, ключевым моментом сегодняшнего Евангелия заключается то, что Царство Божие есть внутри вас, Господь говорит. Он говорит, обращаясь к фарисеям, к ученикам, Царство Божие есть внутри нас, мы можем применить эти слова и к самим себе. Не случайно апостол пишет о том, что Царство Божие – это не ясти и питье. То есть Царство Божие – это нечто иное. И чтобы стать причастником Царства Божия, нужно преобразить самого себя. Вообще, Господь и являет для нас путь, посредством которого мы устремляемся в Царство Божие, посредством которого мы становимся и можем стать причастниками и соучастниками вот этого блаженного состояния. А для этого нужно изменить самого себя. Не случайно в Священном Писании мы также находим такие слова. Вы есть храм Духа Святаго. То есть человек может быть этим вместилищем Святого Духа, то есть воспринять благодать Божию, которая преображает его и делает его, скажем так, достойным пребывать в Царстве Божием. Для этого требуется изменение самого себя. То есть борьба не просто с какими-то грехами, с какими-то теми вещами, которые мы совершили в своей жизни, не совсем правильными. Но это борьба со своими страстями и в основе которой лежит гордость, как начало всякого греха, как начало того, что отдаляет нас от Бога, как начало того, что послужило падением вообще всего в этом мире, как ангельской природе, так и человека. Дальше Господь говорит, сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя бы один из дней Сына Человеческого и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, но не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистая до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержен родом Сим. То есть здесь в окончании этого Евангелия Господь говорит о необходимости этих страданий, а мы знаем, что именно через это происходит искупление человеческого рода, и мы собственно говоря ожидаем пришествия Спасителя, второго и славного пришествия, тогда когда Господь будет судить человеческий род. Вот, но, вот здесь Господь и говорит, что вы не ведитесь на то, что вам будут говорить, вот сегодня придет Мессия, второе будет пришествие, или завтра, или через тысячу лет, или в каком-то другом году, пытаясь сложить какие-то обстоятельства человеческой истории. Нужно быть всегда готовым, нужно быть всегда на чеку, дабы не застал нас Господин врасплох. И эти евангельские притчи нам хорошо известны, притчи такого апокалиптического содержания, содержания, где говорится о кончине мира, о суде мира, и это то время, когда мы дадим ответ за свои поступки, за свои действия, за свои желания, и более того, даже за свои слова и за свои мысли. Поэтому для нас, как христиан в целом, зная о том, что Христос придет, более того, зная о том, что Господь видит каждое наше действие, знает каждое наше помышление, мы должны всегда находиться в состоянии бодрствования, в состоянии трезвения, именно духовного, и дабы не впасть ни в прелесть, ни в искушение, но всегда быть готовыми дать ответ о своем уповании, дать ответ на тот страшный вопрос, может быть, который когда-то каждому из нас в жизни задаст Бог вопрос о содеянной и проведенной нами жизни. Поэтому в целом мы не должны заморачивать себе голову тем, что кто-то указывает нам на какие-то, что называется, если не признаки, то уже приближающиеся события, связанные с кончиной века сего, но мы всегда готовы к этому, мы всегда об этом говорим, мы всегда это держим в своем сердце, держим в своем уме, ну и конечно же не забываем о том, что всякий раз исповедуем это в символе веры, который за каждой божественной литургией вместе пропиваем, чаю воскресенье мертвых поем и жизнь будущего века, аминь. То есть мы ожидаем второго пришествия и более того ожидаем для себя все-таки так или иначе жизнь будущего века, то есть вот этого Царства Божия. Ну и возвращаясь к центральной фразе сегодняшнего Евангелия, мы должны в первую очередь преобразить свое сердце, дабы стать достойными наследниками Царства Небесного. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами, мы читали Евангелие от Луки, 17 главу, с 20 по 25 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь, всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok